все начинается с метана метан это изолятор высокого напряжения она находится в слое каменного угля каменный уголь об образовании каменного угля вы можете найти в интернете материалы Дамир Сахипова об образовании каменных углей каменный уголь имеет метан и каменный уголь это битуль потому что из каменного угля можно создавать бензин керосин используя специальные перерабатывающие комбинаты заводы потому что каменный уголь это и есть нефть потому что в древности когда не было кислорода вулкан мог выбрасывать много нефти которая падает как дождь при этом вулканическая нефть не горит потому что при создании мира кислорода не было а если кислорода нету то и горения нету а кислорода нету потому что нету растения каменный уголь был образован в результате извержения вулкана из нефти когда падает молния она не может уйти под землю так как метан высоким напряжением изолирует молнию таким образом вся поверхность земли должна стоять на изоляторе молнии таким образом высокое напряжение распространяется по поверхности земли и вот всех растений выходит статика например вот кактус кактус имеет иголки точно такое же высокое напряжение и иголки имеет обыкновенный прибор люстра чижевского она создает высокое напряжение напряжение выходит от иголок здесь маленькие иголки от которого энергия выходит и ионизирует воздух на отрицательные ионы но есть еще такое что можно пустить плюсовое напряжение тогда отсюда будет выходить озон в нашем случае растения создают именно озон так как молния бьет только положительными позитронами положительной энергией потому что молния создается в результате химических соединений со2 и h2o когда углекислый газ соединяется с водой энергия освобождается так как создается новый химический элемент дикарбонат при этом освобождается энергия положительная когда энергия распространяется по поверхности земли она идет к массе массой является озеро когда энергия молнии распространяется по поверхности земли некоторая часть энергии она идет к воде и большое замыкание происходит где вода где озеро и где земля потому что озеро она становится массой то есть происходит замыкание между деревом где бьет молния и между озером где масса озеро или море она без энергии поэтому она становится минусом а туда молнии и к ним будет поступать водород 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 а потом все это заряжается море озеро там где эти плывут киты они сами заряжаются энергией и когда происходит замыкание древесных углях отсюда выходит водород и это можно проверить с помощью обычного напряжения с трансформатора 30 вольт замыкает древесные угли получать водород видите выходит атомарный водород или с помощью графита графит тоже углерод поэтому она при горении с кислородом воды освобождает водород потому что древесный уголь она при нагревании 1000 градусов просто сгорает с кислородом воды а водород она просто освобождается вот если поставить чашку вверх тормашкой тогда водород будет накапливаться на дне чашки перевернутом виде вот например зонтик во время дождя она защищает человека от дождя потому что она как купол в данном случае вода падает сверху а водород это легкий газ поэтому она поднимается от земли вот гриб она как зонтик как привернутая чашка которая под своей шляпой сохраняет водород гриб имеет мембраны и шляпу вот такую куполообразную если падает дождь вода стекается по крыше попадает под почву тут начинается замыкание древесных углей воды используем чистую желательно ледяную и происходит выделение водорода водород легкий газ и она набирается шляпе гриба так как водород является атомарным и и она соединяется с любой молекулой а грибы ядовитые поэтому яд соединяться с водородом и гриб становится уже съедобным а грибы ядовиты потому что они саду содержат себе тяжелые металлы а любой металл это является гидридом гидрид это молекула которая сохраняет себе водород таким образом если гриб будет сохранять водород свои в своих металлах то есть вот гриб становится гидридным и ее можно кушать это самое удивительное и в то же время простое творение которое окружает окружает нас везде поэтому я предлагаю объединить науку с тем что написано в библии допустим ягоды семена все они круглые поэтому энергия которая выходит от земли выйти не может потому что это потому что она круглая а вот листья они все имеют вот такие острые острые стороны как как лезвие поэтому энергия вылетая создает свечение свечение происходит только ночью пальцы на и светится обычно говорят критики фотошоп фотошоп винтик это же не фотошоп и это свечение видно для человеческих глаз поэтому вся природа становится светящимся как фильмы аватар вот такое происходит свечение освещение происходит не только у растений но и у человека а также и как увидел черноуга новое с Cette Virulia есть одна вода а также у человека может науку третья скорость утож и стимулирует кровь 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 хокровGE а также у человека сплотности и зодиона окружает себя естественными словами один из showtube ледовое тур hipbed изм suite у животных поэтому мог в таком месте мы можем наблюдать свечение животных свечение растений такие места и есть существует данное время я ходил в это место только именно где конкретно падает я не нашел поэтому летом опять пойду сюда в экспедицию чтобы найти то место и человек становится свечащимся вот состоит дыбом и здесь краях происходит свечение усы брови и пушок вот такие люди будут ходить светящиеся люди будут ходить ночью к организму так она освобождает нас от усталости но у нас нету молнии поэтому приходится использовать такие вот маленькие устройства таком месте где есть изолятор молнии которая состоит из метана потому что метан находится в каменном угле а каменный уголь везде водород который выходит от древесных углей при попадании молнии над изолятором молнии изолятор молнии это каменный уголь это пласт каменного угля в котором есть метан такие места в мире существует не везде некоторых только в некоторых местах когда энергия молнии падает на землю она распространяется по поверхности земли древесные угли получаются во время пожара ну пожар это горение древесины в результате удара молнии вот например хвойные древе они все имеют иголки например ежик ежик тоже имеет иголки какие волосы человека энергия выходит не от всех мест вот например лоб вот здесь пушка нету поэтому она гладкая и энергия не выходит от брови вот отсюда энергия выходит вот она гладкая отсюда энергия не выходит а вот от усов энергия выходит и волосы вот возрастают дыбом и отсюда уходит энергия поэтому человек тоже это творение все это для создания озона и озонового слоя озон это трехатомарный кислород который находится на самом верху в небо когда попадает молния на поверхность земли и и если под землей есть каменный уголь и который содержит метан то высокое напряжение будет распространяется по поверхности земли по пути распространения она встречает разные растения например травы трава имеет острые края от которых энергия вылетает энергия вылетая создает озон например она будет выходить от листьев потому что листья имеют острые края а если она попадает в ягода или фрукты потому что они круглые энергия выходить не будет она будет притягивать сюда водород а вот эти круглые вот эти шишки они будут притягивать бикарбонат и водород при этом на малое количество времени при ударе молнии она становится массой если молния плюс то она становится отрицательным минус а когда энергия полностью выходит от земли то она становится плюсовым таким образом круглые растения собирают от земли сначала катионы плюсовые молекулы например этот водород и отрицательный анион гидрокарбоната таким образом круглые растения например фрукты или арбуз все они собирают водород и гидрокарбонат с помощью энергии молнии а это химия которые находятся в земле именно для растения они создаются в результате электричества когда она замыкает древесные угли отсюда выходит водород как в этом маленьком эксперименте когда подключаешь тассерматор 220 вольт и замыкаешь графитовые электроды под водой то вылетает наружу водород точно такой же такой же эффект происходит при замыкании древесного угля ну вот здесь это это основа всей всей природы которая должна работать например животные которые имеют пух а на самом деле это не пух а игла игла которые создают озон а дальше как дополнение они стимулируют энергией плюс минус кровь и превращают ее стволовую клетку минус плюс они кровь превращают эти стволовые клетки таким образом животные в таком состоянии умирать не будут от старения а также водород который притягивается к животным она освобождает животное от радикала убийцы любой антиоксидант является донором водорода этот радикал получается в результате использование перекиси водорода иммунной системой водород катион плюс притягивается животными потому что энергия плюсовая молнии выходя от иголок иголок втягивает от воздуха минусовые заряды а минусовые заряды притягивает плюсовые водороды высокое напряжение плюс выходит минус входит потом поднимается водород точно такое же происходит и у человека вот почему человек имеет волосы волосы длиннее чем у животного потому что человек вообще не должен умирать клетка она может делиться в жизни человека только 50 раз и при малом напряжении при малом напряжении длинные волосы помогают создавать точно такой же эффект как у животных у которых короткая шерсть на пересадке сердца вот а есть такие животные например конь она имеет длинные длинные тоже волосы потому что конь как бы является тоже другом для человека и при прохождении молнии изоляционные изоляционные копыты изоляционные копыты вот так здравствуйте меня зовут Филиппов Невгун мне 32 года я живу в Чуракче Дальний Восток Республика Саха Якутия я увлекаюсь изобретениями в данный момент я расскажу про омолаживающий прибор который изобрел этой осенью